Более 180 миллионов евро инвестиций уже в этом году. На Метафраксис состоялась церемония официального начала стройки комплекса АКМ. Дъем валютных депозитов юрлиц по итогам года сократился в 25 раз и тенденция может быть продолжена, уверены эксперты. Эти монопольщики проверят переработчиков молока в прикаменном предмет занижения стоимости закупки сырья. В ФАС обратился Краевой Минсельхоз. Вечерние новости в эфире РБК. Я Рустам Агизов. Здравствуйте. Поставка первого оборудования на комплекс АКМ Метафраксис состоится уже во втором квартале этого года. Это агрегаты из стран Европы, а также Японии и Индии. Его стоимость более 300 миллионов евро. Об этом телеканал РБК рассказали в компании. Сегодня на Метафраксис официально дан старт строительству комбината. В течение марта в Губахе будет заложен фундамент нового химического комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина, как было озвучено первым объектом. Самым высоким строением будущего производства станет башня прилирования карбамида. Ее высота состоит порядка 100 метров. Ее возвести в планах в июне. В настоящий момент на площадке задействовано 150 строителей. Ну а в пиковый период строительства в 2019 году на объекте будут работать порядка 3,5 тысяч человек. По словам представителей компании, в этом году также начнется строительство склада карбамида, аммиака, административно-бытового комплекса, центрального пульта управления и всех технологических эстакад. Реализация этого проекта мы обеспечим наши предприятия по производству синтетических смол надежным источником сырья. А в целом у нас есть программа развития предприятия до 2030 года. С успешным стартом будет дан старт еще не одного крупного предприятия. Строительство всего комплекса планируется завершить к 2021. На этот год объем финансирования проекта АКМ составляет более 180 миллионов евро и более 15 миллиардов рублей. Общая же стоимость проекта более 950 миллионов евро. Выпуск первой партии аммиака запланирован уже в 2020. На новом предприятии будет создано более 400 высококвалифицированных рабочих мест. Ну и как ранее сообщал Рыбокоперем, проект комплекса АКМ в Губахе застрахован на 58 миллиардов рублей. На инвестформе в Сочи, правительство края, метафраксы и администрации Губахи подписали специнвестконтракт по строительству комбината. Кредитные линии с лимитом в более 700 миллионов евро на возведение комплекса АКМ открыл Газпромбанк. За год объем валютных депозитов юридических лиц сократился в 25 раз. Такая информация следует из последних данных Центробанка по итогам года. На 1 января 2018 объем вкладов юрлиц составил 32,5 миллиарда рублей. С ранее с 2017 годом показатель снизился практически на 26 миллиардов. Отрицательная динамика прослеживается по обоим сегментам. В рублях юрлицы вложили 31,5 миллиард рублей. Годом ранее на два больше. На больший вклад в общее снижение внесли валютные депозиты. Показатель упал на 96% и составил в пересчете на национальную валюту лишь 981 миллион. Специалисты связывают такое снижение не только банальным укреплением рубля, но и с низкими ставками валютных депозитов. А зачем мне держать там? Мне проще выйти из депозита, продать доллары, выйти в рубли и в бизнес их запустить. Опять же, слава богу, дай бог мы увидим развитие бизнеса из этой ситуации. Это замороженные активы, это замороженные деньги. А наши юрлицы и мы с вами, как физики, живем в рублевой зоне. Соответственно, для того, чтобы нам потратить что-то, нам надо выйти в рубли, если мы в валюте. Эксперты утверждают, что тенденции снижения объема валютных депозитов продолжатся. По мнению экспертов, инвесторы, в том числе и юрлицы, в последнее время стали чаще обращаться к альтернативным способам, инвестируя в том числе еврооблигациям, а также инвестициям венчурного характера. Ну а на фоне снижения ключевой ставки ЦБ, юрлицы будут, напротив, стремительно не наращивать обороты в кредитовании. Рубль сегодня пытался укрепиться на открытии торгов. Он отыграл доллара 2 копейки, затем все же уступил американцу. Курс доллара на выходные вырос на 23 копейки до уровня 56.66. Аналитики не спешат делать позитивные прогнозы по рублю. Нефть снижается в цене со среды после данных Минэнерго США. За неделю черное золото упало в цене на 4%. Это негатив для нашей валюты. Но сейчас аналитики будут ждать данные по буровым от Бейкера Хьюз. По прогнозам экспертов, давление на рубль продолжится на следующей неделе. Например, по марту ВТБ капитал ставит доллары планку в 57-58 рублей. Не менее трех месяцев понадобится пермскому УФАС, чтобы провести проверку переработчиков молока в Прикаме на предмет занижения стоимости закупки сырья. Об этом нашему телеканалу рассказали в самом ведомстве. Антибонопольщики уточнили, что конкретно проверяться будут маслозавод Нытвинский, Юговской комбинат молочных продуктов и Кунгурский молочный комбинат. Инициатором проверки выступает региональный Минсельхоз. Основной причиной называется снижение закупочной стоимости на молоко. Сейчас показатели, по данным Минсельхоза, 22 рубля за литр. При этом стоимость молока на прилавках не изменилась. Продение закупочной стоимости на молоко, вызванное его сложившимся профицитом, в УФАС прокомментировали, что на подобную проверку по закону отводится месяц. Однако в связи с неизученностью рынка переработки, антибонопольщикам понадобится больше времени. Мы будем предъявлять какие-то претензии только в том случае, если хозяйствующий субъект занимает на том или ином рынке долю более 50%. Сейчас мы будем делать анализ рынка закупа сырого молока с целью его дальнейшей переработки. То есть мы будем теперь запрашивать у всех переработчиков, которые осуществляют деятельность на территории Пермского края, у кого они закупают сырое молоко, по какой цене они его закупают и в каких объемах. Краевой Минсельхоз также просил УФАС проверить сети Магнит и X5 Retail Group на предмет на снижение розничных цен на молоко и молочную продукцию. Однако, как нам пояснили в антимонопольной службе, так как ни одна из указанных торговых сетей не занимает долю рынка в регионе более чем в 50%, и сговоры между ними установлено не было, такая проверка проводиться не будет. На этом все. Оставайтесь на телеканале РБК и хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова